друзья всем привет не могу себе позволить обойти стороной данный автомобиль перед нами subaru levork торговали этот автомобиль и ребят долго упорно но поверьте она того стоило это один из самых лучших леворков которые которые мы только привозили и так автомобиль 2014 года выпуска комплектация gts оценка четыре с половиной балла пробег сейчас вам покажу узнаете вот леворк относится к категории автомобиль он почему-то цепляет вот реально он просто цепляет просто посмотрите на вот этот вот стильный современный агрессивный внешний вид автомобиля вы реально на нем просто незамеченными просто не останетесь и так есть у нас ноздря для обдува турбины по передней части мы видим идет накладка sti черного цвета есть у нас ходовые огни есть у туманки есть у нас обыватели фар плавно переключаемся на левую сторону значит литье у него идет штатное стандартное литье размер колес здесь 225 45 на 18 18 колеса резина просто новая по бокам также идет у нас обвес система безопасности на субарях работает классно работает офигенно это вот одна из лучших систем общем по работе мне здесь просто все супер как нравится кстати говоря на субарях идет самый клевый самый лучший привод именно именно 4 воды зеркала заднего вида низ черный вверх белый идут у нас повторители автомобиля есть бесключевой доступ по бокам у нас идет обвес обвес также обратите внимание вот честно экрана видите идут у нас вот такие вот модные накладочки есть у нас ветровики сзади на крыше у нас установлен акули плавник задняя часть автомобиля леворк низ бампера идет черный и смотрите вот двери дверные карты вот здесь у нас идет chrome тоже знаете такого стиля добавляет автомобилю и так что в 2014 год автомобиль обошелся 1 миллион триста восемьдесят тысяч рублей еще раз повторюсь торговали машину долго упорно но друзья вы поверьте данный автомобиль данный автомобиль он того стоит давайте переключимся с вами в салон посмотрим что же у нас происходит салоне а я вам напоминаю мы автомобили возим с аукционов японии южной кореи мой телефон указан под каждым видео и в описании канала также не забываем подписываться на яндекс м и на телеграм-канал все активные ссылочки находятся в описании канала и под этим видео ну посмотрите глаз оторвать просто нереально какой же это красавчик а давайте начнем с вами с передней части сегодня чуть больше времени уделим чем обычно автомобилям потому что ну потому что посмотрите на эту красоту идеальное состояние салона дверная карта здесь и пластик но пластик он идет мягкий кожаная вставка опять же chrome строчка прошита здесь здесь это смотрится очень и очень интересно здесь кстати тоже более-менее ну не более-менее а прям мягенько так идет покажу вам сейчас аукционный лист четыре с половиной балла состояние кузова а салона б идеальнейшее состояние кузова пробег на автомобиле 77000 переднее сидение идут электро номер кузова накладка subaru посмотрите состояние коврового покрытия но в идеальном состоянии задняя часть автомобиля дверная карта от передней в принципе особо ничем не отличается пластик не поцарапан не зацарапан в каком состоянии сидения вот так у нас это дело все откидывается ну как обычно заглянем с вами под низ автомобиля здесь есть все для комфортной езды полка кстати сидушки можно откинуть с помощью кнопки об сидушка опрокинулась присутствует у нас подсветка есть пару ниш с левой с правой стороны ремкомплект смотрите обшивка в каком состоянии сиденья складываются раскладываются все очень просто кстати здесь есть еще одна ручка ну мне как всегда с моей одной рукой неудобно неудобно это делать и так для задних пассажиров присутствует у нас два юсб входа для зарядки ваших гаджетов подсветка она смотрит не прям а смотрит прям сюда на пассажиров это тоже конечно же несомненный плюс идет в стойках у нас в средних стойках присутствуют аирбэги кармашки с левой с правой стороны подголовники у нас идут активные знаете звук мотора субару ни с чем не перепутать еще раз красавчиков узнаете очень хорошо то что здесь идут стойки то есть не палка именно стойки у нас отлетела поставим на место ржавчины нет от слова совсем мотор просто шепчет ребят и субару субару она не терпит аналогов плане каких-то расходников каких-то запчастей да это не дешево служение субару не дешево но нужно делать также присутствуют на шильдике а замене масел водительское сидение естественно тоже идет электрическая ну собственно если у нас электро пассажирское сидение антиюз регулировка подсветки кнопка старт смотрите gts комплектация и gts к пришла с полным мультирулем обычно она приходит на половинку значит слева стороны у нас кнопка управления меню хай то здесь можно вот эта кнопка и выставить с правой стороны стандартная история стандартная ситуация бортовой компьютер находится посередине немножко как бы в левую сторону от водителя вот этой кнопкой он управляется его можно перевести на английский язык делается все это очень очень просто коробка передач вариатор вариатор кстати здесь идет цепной камера заднего вида у нас установлена пробег на автомобиле 77000 я конечно фанат субару я я люблю субару видимо какой-то регистратор здесь был здесь у нас присутствует два подстаканника это можно спрятать если нас бардачок регистратор был даже инструкция есть регистратора регистратора нет почему-то также присутствует бардачок здесь у нас есть ниша здесь тоже два юсб входа климат-контроль электронный ручник система ай стоп спуск с горы но в общем есть автомобили есть все климат-контроль климат-контроль здесь идет двухзонный значит по месту ну чуть-чуточку да вот ты когда садишься в машину ты как бы проваливаешься но тем не менее да 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 я люблю вот когда сидушку поднята не до конца чтобы головой не биться но вот сейчас да сейчас я поднялся дужку до конца в принципе я головой не бьюсь и мне стало намного комфортнее то есть поначалу когда сидуха была внизу и знаете как вот сел немного провалился сейчас сейчас такого ощущения меня не будет вот ну что вам еще показать даже не знаю что вам еще показать шикарный автомобиль по шикарной цене в очень крутом шикарном состоянии вот за этим автомобилем возможно приедут ребята еще не решили там муж женой приобрели себе автомобиль всего думают думают что делать либо чтобы мою машину здесь обслужили они приехали сели и спокойно своим ходом поехали либо мы машину поставим в транспортную компанию что касается транспортных компаний ребят здесь уже вы как скажете так и будет выбираете абсолютно любую транспортную компанию свои рекомендации я всегда даю если это автовоз это компания тех snap если это ж.д. это компания гранд-сервис единственно сейчас неудобно гранд-сервис они находятся не в городе владивосток но у них есть такая услуга забор автомобиля не приезжает владивосток на эвакулатор грузит автомобиль и увозят его собственно к себе на стоянку стоимость такой услуги из меня не изменяет память 6000 рублей вот такой классно автомобиль я еще раз повторюсь я сам в восторге это мы как бы не самый лучший subaru levore которого мы притаскивали на сегодня будем с вами заканчивать как обычно всех благодарю за оставленный комментарий за подписку хотите себе такие же крутые автомобили мой телефон все знают на сегодня все всем всем пока а вот и нет ребят рановато рановато я с вами попрощался показываю вам следующий автомобиль а следующий автомобиль это nissan ноут 2020 год оценка четыре с половиной балла идеальное состояние кузова новая летняя резина стоимость автомобиля восемьсот семьдесят пять тысяч рублей если я немного ошибаюсь владельцы данного автомобиля в комментариях меня немножечко подправят так фара линза повторители есть ветровики есть система безопасности предстолкновения у нас есть бесключевой доступ есть это не гибрид камера заднего вида есть эти автомобили есть и power в гибридном исполнении напоминаем мы санкционные автомобили не возим я вам не советую покупать санкционные автомобили потому что вы знаете вот сегодня и возят сегодня и возят а завтра их не привезут запаски нет ремкомплекты все у нас на месте также сидушки у нас складываются откидываются но чем мне нравится ноут смотрите сейчас водительское сиденье подвину до конца назад мало какой автомобиль похвастается таким количеством места для задних пассажиров я как бы высокий смотрите сижу вообще вопрос меня просто нет места очень много в автомобиле но у данного автомобиля есть как плюсы есть также минусы по мне опять же я всегда сужу по себе по мне мне не нравится отделка верных карт пластик он знает вот ну такой вот какой-то вот хрупенький не знаю в общем его очень легко поцарапать стакан кофе оставил это не мы ли в сиденье есть также присутствует у нас шильдик о замене масло система безопасности корректор фар напоминаю вот это фары не влево не право а вверх вниз кнопку вкладывания зеркал система а и стоп руль идет обычный пластиковый без кнопок спереди все шикарно места много и так давайте посмотрим на аукционный лист четыре с половиной балла есть мне не изменяет память задача была купить машину с оценкой не ниже чем четыре с половиной баллов ну собственно такой автомобиль мы приобрели особо придиров комплектации не было помню помню то что при начале сотрудничества упустили мы обалденную тачку на климате что-то он был продан там в районе 900 тысяч рублей это конечно жалко но что не делается все к лучшему и так четыре с половиной балла пробег 37000 идеальное состояние кузова он не на климат-контроле вот ничего страшного розетка присутствует два подстаканника ниша кнопка старт вода кнопка старта расположена не удобно вот там сильно прошу меня не ругать всегда сужу по себе дальше раз у нас бардачок бардачок огромного руку можно по локоть туда засунуть и присутствует у нас верхний бардачок здесь у нас еще идет пленочка зеркало подсветки в зеркале сожалению нет так же весь комплект документов идут у нас ниссановские книжки спидометр расположился у нас прямо перед водителем здесь у нас температура двигателя с правой стороны электронная стрелка бензобака также есть часы видим каком положении находится сейчас селектор передач камеры заднего вида здесь нету требует sd-карту слева стороны тахометр с правой стороны спидометр вот вывели сюда микрофон вот такого плана дуйки они крутятся в разные стороны можно просто перекрыть перекрыть этот воздух ну и также присутствуют у нас стойки стойки они до широкенькие но небольшое окошко что с левой что с правой стороны в стойках она имеется ребят вот такой вот классный ноут по хорошей по недорогой цене бюджет на автомобиль был выше я уже не помню но по-моему что-то в районе миллиона рублей бюджет был на автомобиль но теперь точно все еще раз огромное спасибо кто не подписался обязательно подписывается я всегда открыт для общения мой телефон все знают кто не знает он указан закрепленном комментарии под этим видео и в описании канала всем пока ребят